Ой, ребят, не перестаю удивляться депутатам от Единой России, а Нищенко тут в очередной раз отмочил, копилка бредовых запретов пополнилась. Теперь они предлагают запретить продукцию компаний Кока-Кола, Нестле и Марс, а вот сейчас наберите в грудь воздуха по задорному, да, потому что будет изюм, причина несоответствия данной продукции к генетическому коду россиян. Браво, маэстро! Знаете, у меня есть любимая поговорка для таких случаев, он наполовину идиот, и это лучшая его половина, но тут единородцы превзошли и сами себя. Такой чуши даже Мизулина и Милонова не омололи. Я не стану утверждать, будто данные продукты безумно полезны, я проколу батончики, однако пальмовое масло, которым пичкают российского потребителя, вот эти вот добрые люди, оно гораздо вреднее. И ничего, а Нищенко и Ядросов это никак не парит, это вот кофе, шоколадки, мороженое, ух, какая отрава! Не будем забывать и об экономической сути вопроса. Если кто-то не в курсе, то вышеперечисленные продукты нам и не с проклятой Америки везут, как в 90-е. И у Nestlé, и у Кока-Колы, и у Марса. Заводы и фабрики давным-давно находятся здесь, в нашей стране. Что это значит? А это тысячи рабочих мест. Наши соотечественники там трудятся. Куда всех этих людей предлагают девать тот же Онищенко или кто-то еще пинком под зад и на бирже труда? Мало там народу на этой бирже околачивается, да? Давайте еще миллион-другой на нее родимую отправим. Про налоги не забываем. Каждая фабрика это отчисление в бюджет. Какие-то фабрики вообще градообразующими являются? Вот и ответьте мне на простой вопрос. Так кто наши настоящие враги? Американцы, швейцарцы? Что просто делают бизнес? Или такие вот депутаты, которые все только уничтожают? Ну что ж, поздравляю потенциальных безработных. Надеюсь, вы успели кредитов набрать. Вот и молодцы. Готовьтесь, жилье теперь придут забирать из банка. А спасибо скажите им. Начинаем! Впрочем, русского ваню ничем не проймешь. Левада-центр, надо сказать, признан иностранным агентом. Обязательно так вот. Левада-центр опубликовал результаты очередного соцопроса. Держитесь за что-нибудь. 83% россиян уверены, что у нашей скреп-державной родины есть враги за рубежом, и они не дремлют. Думают проклятые, как и нам какую-нибудь гадость сотворить? Кстати, нынешний уровень веры в кругом врагов близок к историческому рекорду. А в 2014-м 84% лишних ромосомных так считали. Для сравнения до прихода Путина к власти. Данный показатель был вдвое ниже, а потом пришел Владимир Владимирович. Начал бороться с теми ворогами. Боролся, воролся. До того доборолся, что у нас их теперь намного больше. Ага, друзей, правда, не осталось. За примерами далеко ходить не надо. Предлагаю вместе посмотреть исторические кадры. Внимание! Проходит парадный расчет Академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во главе колонны начальник факультета Академии полковник Павел Синишин. Проходят военнослужащие роты почетного караула Вооруженных сил Польши. Неоспорим вклад в борьбу с фашизмом войска польского. Проходят военнослужащие армии Великобритании. Это гвардейцы элитного Уэльского полка, несущие службу по охране Букингемского дворца в Лондоне. На Красной площади офицеры и солдаты Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Они представляют соединение, участвовавшее в открытии Второго фронта в Европе и в известной всему миру встрече с советскими войсками на Эльбе. Да, вот так проходили парады Победы в Москве еще совсем недавно. В 2005-м, например, на праздник в российскую столицу приехали главы 53 государств мира, в том числе лидеры стран, входящих в Большую Семерку. А в 2010-м в параде приняли участие военные страны СНГ, а также союзники СССР по антигитлеровской коалиции. Несколько десятков президентов, премьер-министров находились на трибуне Мавзолея. А кто нынче к нам приезжал, не напомните, да никто, Рахвон один. И тот, подозреваю, чтобы денег попросить. Путин рассорился со всеми за 10 лет, со всем миром. Даже с республиками, которые когда-то в состав союза входили его друзья-диктаторы да тираны. Вот к чему мы пришли, мы как та старуха, у разбитого корыта сидим, всех ненавидим, зато про каких-то врагов лопочем. Это реальная журналистика с печенегами и половцами сегодня разбираемся, поехали. Вообще, когда уже до Иванушек дойдет? Все печенеги и половцы, терзающие скрип державу по маме и по папе, находятся внутри страны, окопались и пакостят каждый день. Открываешь ленту новостей, свежая гадость. Вот, пожалуйста. Предпринимателя Игоря Ротенберга, больше известного как сына друга царя, избрали, внимание, председателем комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по инновациям. Кого избрали? А что эти Ротенберги, они какие-то промышленники. Они владеют какими-то заводами, может быть, производят что-то на тех заводах, вкладывают деньги в их развитие, в техническое перевооружение, в инфраструктуру, как когда-то Демидовы. Нет. Это обычные пилищики бюджетного бабла. Получают подряды от государства и крупных госкорпораций, благодаря связям и тупо рассовывают бабки по офшорам. Ну, строят же, возразительные пути ноют, строят. Правда, неизвестно какого качества. Крымский мост вот они построили, на строительстве газопроводов рубят, на никому не нужном амурском ГПЗ бюджеты осваивали, ну и так далее. Значит, что касается реакции пресса, общественности на работу и деятельность детей высшего руководства в различных отраслях, ну, Ротенберг молодой, о котором вы упомянули, его отец нигде не работает в госорганах. Насколько мне известно. Может, уже куда-то проник, но, кажется, нет. Или вот еще, только в прошлой неделе рассказывал о принудительной вакцинации в Москве и в Московской области. Так вот, как только образовалась вот эта вот тема с обязательной вакцинацией, откуда ни возьмись, повылазила целая толпа идиотов, что в попытке поглубже изнуть, ай да, предлагать разного рода бредятину. Вот, например, ректоры московских вузов предложили допускать к занятиям только привитых студентов. До этого в Совете Федерации предлагали непривитых школьников. На уроки не пускай, действительно. Зачем нам грамотная образованная молодежь? Давайте страну дураков будем строить вот так вот, чтобы наше государство в будущем выглядело. Что мы, наверное, хотим? Ответьте себе в первую очередь, это ли не вредительство, это ли не поступок врага? Даже голодранцы-большевики сто лет назад после революции посадили лапотную Россию за парты. Даже они понимали, что наличие большого числа образованных людей в стране – это основа государственности. Идет не может ничего создать. Идет не может построить светлого будущего. А в прекрасной путинской России, оказывается, не нужно никакое образование. Об этом педагоги говорят. Чиновники им вторят. Да за 20 лет существования данного режима наше общество деградировало ниже некуда. Тупое, обозленное быдло – вот он, образ сегодняшнего россиянина. Даня Милохин, пожалуйста, это же да он настоящий. Или жертва аборта Бузова. Или полудебил Юля Волкова, которая чуть-чуть по спискам ядра в число кандидатов в депутаты в Госдуму не попала. Слушайте, им же всем место в доме печали, в кунскамере. А их героями подрастающего поколения делают. Вообще, очень хочу обратиться к фанатам режима и услышать что-то от них. Господа, вас сами хоны не коробят. Вот смотрите, несколько лет к ряду мы живем в условиях запретить, наказать, ужесточить, обязать, привлечь, посадить. Мы люди вообще или собаки какие-то бешеные. А дома у вас отношения по такой же схеме выстраиваются с родными и близкими? Пришел ты с работы, допустим, ты глава семьи, жена, получи в морду. Теща, лови в ухо, сын, бегом не си ремень порочь стану. Дочь в угол, кота утопить, пса не кормить. Вы вот так вот дома себя ведете? Знаете, я там уже выше сказал, меня пугает, что ненависть превратилась в какую-то национальную идею для россиян. Причем неважно, на кого эта ненависть направлена, мы ведь уже даже друг друга ненавидим. Скоро кусаться начнем. Слушал недавно какое-то старенькое интервью Геннадия Гудкова. В нем он объяснял, почему Советский Союз распался относительно бескровно. А вот если распадется современная путинская Россия, крови будет не избежать. И человек там сказал как раз об этом. В Союзе все были товарищами. Там люди уважали людей, а сейчас в нас поселилась злоба и ненависть. Или я что-то придумываю. Кстати, комментарии под этим роликом будут красноречивее любых слов. Все. Это была Реальная Журналистика. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. И под ними мы обсудим. Пока-пока.